Эрих Ири Прико является военнослужащим эстонских сил обороны и недавно дислоцировался с подразделением у берегов озера Верциар. Именно там, на прошлой неделе, Прико решил отправиться в лес в поисках, как он выразился, альтернативной ванной. Я услышал смешные голоса, которые напоминали мне кошку или маленького ребенка, сказал Прико. Я заметил какое-то милое животное, идущее ко мне. Сначала он напомнил мне собаку, но довольно быстро я понял, что это был маленький лось, который пытался мне что-то сказать. Лосенок был там совсем один. Не желая усугублять страдания животного, Прико решил сесть в надежде, что лосенок вернется к своей матери, где бы она ни была. Он медленно подошел ко мне, сказал Прико. Сначала он был довольно застенчив, но в конце концов решил, что я заслуживаю доверия и подошел ко мне очень близко. Прико опешил, но потом лосенок пошел, еще на шаг ближе. Он даже пытался найти что-то под моей подмышкой, сказал Прико. Он мог подумать, что у меня молочные железы. Лосенок, казалось, быстро посчитал солдата своей матерью. Я позвонил в наш ветеринарный кабинет и сообщил, что произошло, сказал Прико. Я хотел сделать больше для лосенка и спросил, что мне делать. Прико велели вернуть лосенка туда, где его нашли, и следить за ситуацией. Из отчета Прико на место происшествия был отправлен ветеринар с бутылкой молока, чтобы накормить лоси на случай, если его мать не вернется. Прико и его подразделение сделали все возможное, чтобы не беспокоить область, в случае, если мать будет напугана. И конечно же, услышав зов лося ночью, Прико проснулся, чтобы найти лосенка. Мы заметили очень свежие следы большого лося, которые показали, что маленький лосенок был спасен матерью, сказал Прико. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.